Дарья Донцова Дарья Донцова. Найдется ли в России тот, кто не знает этого имени? Навряд ли. Донцову обожают миллионы поклонников детективного жанра. Она таблетка от депрессии. Спасательный круг для каждого, кто тонет в ежедневных проблемах, больших и не очень. Донцова настоящий боец, доказавший, что сражаться нужно до конца. Победив страшную онкологическую болезнь, она встала на путь просвещения тысяч людей, столкнувшихся с этой бедой лицом к лицу. Донцовы верят, как и ее вымышленным персонажам. Погружая читателей в мир детективной сказки, она протягивает свои руки каждому, кому нужна моральная поддержка. Мы встретились с Дашей Донцовой в ее теплом гостеприимном доме, чтобы поговорить субботним вечером о самом сокровенном. Ваше первое литературное произведение было про мартеновские печи. Правда? Да. Люди любят сказки, а ваши детективы очень похожи на сказки. Может, вы сказочница? Конечно, я сказочница. Вы едите помалу, не едите ничего вредного, при этом пишете все время интересные кулинарные книги. Это какая-то форма самоистязания просто, нет? Нет, это просто любовь покушать и желание носить красивую одежду. По вам можно проверять часы на Спасской башне. Правда? Да, я очень аккуратный человек со временем. Дарья Донцова, это микстура от хандры. Ну, я вообще-то называю себя таблеткой от депрессии. В сюжетах ваших книг не пострадала ни одна собака. Это верно. Главный герой книг Хучек живет уже, по-моему, лет 40. Ваш муж известный психолог, академик, доктор психологических наук. А дома, по-моему, ваш клиент. Дома я главный психолог. Имя Дарьи Донцовой уже давно в книге рекордов Гиннесса. Да, это правда. За 100 романов написанных за 10 лет. То, что ваш отец известный писатель, вам помогло в жизни? Не очень. Папа умер, когда мне было 19 лет. По скорости написания литературных текстов вам равных нет. Вы понимаете, что вы аномалия? Нет, я не аномалия. Очень быстро писал Бальзак, очень быстро писал Александр Дюма. Масса писателей пишет быстро. Вкуснее французских круассанов нет ничего на свете. Нет, почему? Вкуснее французских круассанов, швейцарский шоколад. Ваш производственный план в месяц по книге. Так было 20 лет назад, сейчас и так будет и в будущем. Ну, я надеюсь на это. Вы все так же мечтаете завалиться с немытой головой в засаленном халате в 9 часов вечера на диван и посмотреть программу «Время». Это все так же мечта? Ой, вы знаете, это неосуществимая мечта. Я даже переставала об этом мечтать. Вы были на короткой ноге с Катаевым, Корнееваном Чучуковским, Каверином, Дементьевым с огромным количеством разных классиков. Это так? Это правда, но я не могу это назвать короткой ногой. Вы были три года в сирийском Алеппо. И там, в Сирии, одна предсказательница вам предсказала судьбу очень точно. Это так? Это верно, да. Пережив тяжелейшую болезнь, вы знаете цену и времени, и цену жизни. И, по-моему, в своих книгах и в своей жизни хотите людям это как-то донести. Я хочу объяснить всем, кому поставлен диагноз онкологии, что не надо сдаваться. Даша, вот глядя на вас, вот вы говорите, я блондинка. 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 Когда общаюсь с вами, есть такое ощущение, что вы такая, знаете, фрау немецкая, очень педантичная, очень такая, знаете, знающая точно со своим стержнем. А блондинка, и рассыпается вот этот образ, знаете, легкомысленной блондинки. Во-первых, я совершенно не ожидала от вас, что вы попадете вот под это влияние своего блондинка. Блондинка – это цвет волос и цвет кожи. Да, но не более того. А насчет немецкого стержня, да, меня воспитывала немка Роза Леопольдовна. И первые, наверное, слова в жизни, которые я услышала, это были «Орнук, манькинт Орнук». Порядок, мой ребенок, порядок. Вот вы, когда приходите в гости и снимаете, предположим, ботинки, вы что со шнурками-то делаете? А что я должен делать, Сашка? О, вас не учила Роза Леопольдовна. Шнурки нужно срулетить и положить внутри ботинка. Не дай бог, они испачкаются. А опять же, вы пришли в гости. Вы что, сначала снимете ботинки или пальто? Ну, наверное, ботинки. Ботинки. О, вот видите, Роза Леопольдовна бы вас похвалила. Это правильно, чтобы не напачкать хозяйки. Вот это немецкое воспитание. Это мое детство, опоздание на одну минуту из школы, приравниваясь к государственному преступлению. Если ты сказала, что придешь в 14.12, ты должна быть дома в 14.12. В другой раз думай и говори, что придешь в 14.15. О! Вот интересную деталь я заметил. Ведь пишут достаточно многие люди, и неплохо пишут. Но популярными, известными становятся единицы. Все-таки кто-то из издателей когда-то увидел, что то, что вы пишете, это будет востребовано. Я могу сказать, кто увидел. Увидела моя редактор Ольга Рубис. И увидела прекрасная писательница Татьяна Сотникова, которая была рецензентом по моим книгам, преподаватель литературного института. Танечка, она пишет под фамилией Анны Берсенева. Мой приход в издательство – это отдельная история. Я выглядела просто как городская сумасшедшая. И я бы такого и у такого человека рукопись никогда не взяла, потому что это было немножко стратно, конечно. Это было 6 сентября, день рождения моей дочери. Маша мне сказала, мама, в этот день тебе должно повезти. Неси рукопись в издательство. Жаркий сентябрь. Я высая, у меня химиотерапия. Тут у меня, знаете, остатки челочки. Я беретку нацепила. Что народ там не это. Ну да. Было мне все время холодно. Поэтому я надела зимнее пальтишко. А поскольку я потеряла 15 кило за всю эту историю, то пальтишко на мне, знаете, так в три раза заворачивало. Все в таком вот виде. Я пришла в издательство, держа как папочку здесь, вошла в кабинет Кольги Рубис и сказала, здравствуйте, я принесла вам книжку. Кому отдать? Она так на меня посмотрела, улыбнулась и сказала, наверное, мне. И я отдала ей эту рукопись. И пока они ее смотрели, мне позвонили через месяц. У меня стоит ведро, я мою пол. И тут телефон. Я поднимаю трубку, звонок из издательства. Мы приняли положительное решение по вашей книге. Мы ее будем печатать. Книга маленькая. У вас есть еще одна. Я с воплем, да, есть, до которого часа вы работаете. Бросаю телефон в ведро с водой, ничего не понимаю. Значит, хватаю пальто, вытряхиваю. Знаете, лук такой репчатый. У меня висел в авоське. В сетках таких, да, да, да. У меня было на тот момент шесть рукописей от руки. Вот такие папки. Я их запихнула в эту авоську. Так вот ноги в ботинки всунула. А издательство буквально на другой улице, очень близко от меня. Я туда бегу. Вбегаю, вынимаю рукопись и говорю, вот, у меня есть рукопись. Потом думаю, господи, что ж я делаю? Говорю, у меня вот еще есть. И вываливаю все эти пачки Оли на стол. У нее такой какой-то, знаете, такой, на секундочку что-то мелькает внутри. Она говорит, это все ваше, да? Я говорю, мое, мое у меня еще есть. Она говорит, ну, вынесите все. И выбегает в коридор. Я думаю, что случилось? Так вот опускаю глаза и понимаю, что я в ботинках мужа. Я сперепугала. То есть, смотрите, взять у такого человека рукописи, это был огромный риск. Дарья, чисто городская сумасшедшая. Девушка явно городская сумасшедшая. Мое явление в издательстве, вот, в первые два раза люди, которые работают там с основанием издательств, у нас было тогда очень мало, вспоминают до сих пор очень часто. Донцова, попавшая давным-давно уже в Книгу рекордов Гиннесса, сама по себе человек-книга. Причем очень полезная. Ведь если каждый месяц по всему миру раскупается до 700 тысяч экземпляров ее произведений, это о чем-то говорит? Во всяком случае, о невероятном успехе. Уж точно. Книга, если она человека интересует, она читается за один-два дня, да, в месяце 30 дней. Ну, пишите больше же, пожалуйста. Читатели, читатели, непаханное поле. Другой вопрос, что ты должен решить, для кого ты пишешь. Ты пишешь для себя или ты пишешь для людей? Вот ты определись, и у тебя все будет хорошо тогда. И тот писатель, и этот писатель всегда имеет свою аудиторию. Конечно, вы пишете для людей, потому что если у вас есть свой производственный план выпустить каждый месяц книгу, это, конечно, удивительная история, потому что все-таки вы пишете очень быстро. Скорость письма, она, я так понимаю, дается генетически. Здесь ничего с этим... Это никак не влияет на качество текста. Я не просто быстро пишу, я не могу не писать. Поэтому книга в месяц. Это не то, что там план или что-то. Почему 30 страниц? Они определены не потому, чтобы я не написала меньше. Они определены, чтобы я не написала больше. У меня был случай, когда моя семья уехала отдыхать на море. Я не езжу на море. Я осталась дома. Это было лето, у меня не было съемок, у меня не было работы. И я к вечеру поняла, что у меня парализовала правую руку. Он вот как висит, у меня подруга, близкий врач. Ни с того, ни с сего. Ну, то, что повисло и все. Парализовала, ни с сего. Я звоню, говорю, Оксана, у меня что-то с рукой. Оксана прилетела сразу, она живет неподалеку. Посмотрела мою руку и говорит, а сколько ты страниц написала? Я говорю, не знаю. Утром села и вечером встала. Я говорю, ну, пойдем посчитаем. Посчитали, 92. Она мне говорит, ну, у тебя просто физически отвалилось. Просто, знаешь, вот как вот, ну, просто вот она больше не может. Все, что смогла. После этого стало 30 страниц. И всегда от руки, это привычка, да? Удобно? А, да, почему должно быть неудобно? Ну, у вас-то все лежа. Ну, нет, у меня сидя. Сидя сейчас, да? Подушки под спиной. Ну, в кровати, ну, сидя. В кровати удобно работать? Конечно, удобно. Начальства нет. Начальство есть. Есть. Собственная совесть. В момент, как бы, письма нет слова «надо». Этого слова нет. Это просто очень хочется. Вот, допустим, в воскресенье пойти на литургию в храм. Это надо. Есть какие-то вещи, которые надо, да? Не все хочется, не все хочется делать. А иногда бывает, что... Вот я приезжаю в Марфо-Маринскую обитель в Москве, да? А там хоспис для неизлечимо больных неврологических детей. У них родители. Родители, которые понимают, что... Ну, умирающий ребенок, да? И он лежит вот в этом хосписе. Там, конечно, совершенно святые монахини, которые за ними ухаживают. А я приезжаю туда разговаривать с родителями. И вот я еду туда. Слово «не хочу» здесь нет. То я сначала целый час готовлюсь в машине, чтобы туда войти, значит, с радостным лицом. А потом, когда я оттуда часа через три уеду, я потом целый час в этой машине плачу. Потому что вот эти дети... Ну, это очень, понимаете, это реально, как сказать, очень тяжело. Вот праздник какой-то сделать в Марфо-Маринской обители. Вот мы делали елки рождественские, я им делала. И были у нас там для детей ДЦП, для детей из многодетных семей, для малоимущих. Вот это был праздник. Какое для них это было счастье, да? Это был праздник, когда они бежали. Знаете, сколько добрых людей вокруг Дима? Я только крикнула, что нам нужны подарки. И столько людей набежало, и помогло нам и подарки принесло этим детям. Ой, это отдельная история про милосердие людское. Бывает очень много ситуаций, когда даже к вам обращаются люди, которые рассказывают, что у них все плохо. Да, очень часто, очень часто. Я советую плохое повернуть на хорошее. Я тут недавно вела одну встречу, сидело много женщин в зале. Вот мы плохо живем, мы плохо живем. Я говорю, девушки, вы в коробках живете, на улице, да, под дождем, они молчат. Я говорю, вы сидите такие красивые, все с прическами, в макияже, в золотых колечках. Что у вас плохо? Кто-то на улице живет в коробке. Не надо смотреть туда, где лучше. Надо посмотреть туда, где хуже. А счастливым человек делается, когда он не хочет того, чего у него нет, а радуется тому, что у него есть. Люди так устроят очень многие, которые всегда видят, что вот там, там лучше. Нет, ну это немногие люди. Ну есть, да, мне их бывает очень жаль. Мне вообще бывает очень жаль людей, вот, так сказать, которые гадости говорят. Я обычно теряюсь. Я обычно теряюсь, когда мне... Ну, бывает так, человек начинает говорить тебе что-то неприятное. Ну, я... Ну, помоги тебе, Господь, что я могу еще сказать. Ну, вот какие бывают ситуации, что человек вам может сказать неприятное? Что это такое может быть? Даже не верю я так. Неужели такие люди бывают? Ну, разные бывают. Ну, допустим, что за меня пишет бригада. Ну, это уже сколько лет об этом говорят все? Да, ну, бригада все пишет и пишет. Ну, смешно уже в конце концов. Я теперь стала говорить, что за меня пишут мопсы. Каждый раз, я говорю, за меня пишут мопсы. Собственно говоря, вот и весь такой разговор. Ну, сначала, конечно, было бы как-то не очень приятно. Ну, я, правда, пошла, поговорила с батюшкой. Он мне так быстренько... Отец Александр очень хорошо умеет мне мозг поставить. А еще лучше это делает матушка Елизавета. Поэтому вот, значит, у меня два пути, куда бежать в случае чего. Ну, а дома, если что, вы всегда мужу тоже говорите какие-то вещи? Нет, я не буду огорчать мужа. Я не буду этого делать просто потому, что у него и без меня голова забита огромным количеством, так сказать, рабочих проблем. Поэтому все проблемы домашние, связанные с детьми, внуками, ведением хозяйства, они все разбиваются о меня. И дети знают, что не надо идти к папе, вешать ему на голову, значит, всякую ерунду, повесить ее мне. И мы ее быстро... Мама выдержит. Нет, я просто решу эту ситуацию, если она потребует решения. Они это знают с детства. История семьи Васильевых – это настоящий детектив, который Даша преподнесла сама жизнь. Кем был ее отец? Писателем – да. А может быть, разведчиком или государственным деятелем? Во всяком случае, не каждому в СССР разрешалось менять возраст жены в паспорте. Мама меняла свой возраст, это было очень смешно. Один раз я очень хорошо помню, как папа ей сказал, когда мама в очередной раз к нему что-то подошла, писала что-то насчет этого самого. Папа ей сказал, Томочка, два момента, по которым я не советую все-таки менять возраст в паспорте в очередной раз. Первое. Я получусь в раститель малолетних, мне это не очень приятно. А второе. У тебя возраст совпадет с партийным стажем. А это уж совсем никуда. Нельзя было в партийных документах ничего поменять. У меня дома стоят коробки. Коробки, вот когда папа умер, мама сложила его записные книжки в одну большую коробку. Выбросить она не могла, я тоже не сумела. Но эта коробка была не разобрана. И мы залезли в этот ящик. Для начала мы там нашли пенсионную крышку сотрудника ВЧК, выданную в 1920 году по ранению на год. Пенсия. А папа всегда говорил, что он 1907 года. Уже была нестыковка. Потом выпала... Папа говорил всегда, что у него два класса ЦПШ, церковно-приходской школы. Всегда смеялся. Он был очень грамотным человеком. Выпало свидетельство об окончании Военно-морской академии в Питере. У него было высшее образование. Выпала записная книжка. Я стала ее листать, там записи на немецком языке. Но я свободно владею немецким лучше, чем русским. Я читаю. Я помню, что очень давно сделанная буква СЦ. Но тогда еще ее не отменили. Но вообще старая орфография. А часть написана готикой. Графолог сказал, что человек не только писал на немецком, он на нем думал. Понимаете, да? Как папа был, оказывается, этнический немец. Вот так это все. Я стала думать, а Роза Леопольдовна была, а она няня. Тут уже я ничего не знаю. В живых никого не осталось. Но я плохо знала папу. Папа умер, когда мне было 19 лет. Почему мне не пришло в голову? Вот умер отец. Писатель. Ну, не самый известный. Папу хоронят на Доводевичьем кладбище в соседней могиле. Потом ляжет его ближайший друг Семен Кузьмич Цфигун, первый зам Андропова. Нет бы мне что-то щелкнуло. Хоть щелкнуло бы, да. У меня ничего не щелкнуло. У меня не щелкнуло даже, когда мы приехали домой, и была снята картина, и была дырка в стене. Был вынут сейв. У меня ничего не щелкнуло. Почему у папы был кремлевский телефон? Он не должен был стоять у писателя. Жив до сих пор человек, который был очень близким другом моего папы. Я ему не звонила очень много лет. Он сейчас очень крупный бизнесмен, он очень пожилой человек, очень крупный бизнесмен. Я позвонила, у меня не было его телефона, я позвонила в приемную, в секретарю, и сказала, здравствуйте. Я так никогда не делала, но тут было просто некуда деваться. Говорю, вы знаете, меня зовут писательца Дарья Донцова. Не могли бы вы мне сказать, когда вы можете меня записать на разговор? Она сказала, минуту, и сразу меня соединила. Я думаю, как интересно. Может, он как-то... Я не думала, что человек меня помнит. Я вот сейчас беру трубку, говорю, здравствуйте, имя отчество. Мне в ответ, а, здравствуй, Грони. А я все думаю, когда же ты, наконец-то, про меня, про старика? Про старика вспомнишь, все по телевизору, про тебя смотрю. Я приехала, я стала спрашивать, а что папа, кто папа, все. Он меня так посмотрел и сказал, деточка, что ты знаешь про своего папу? Я говорю, мой папа был писатель, партийный функционер, депутат Верховного Совета, член ЦК. Я все это знаю. Он говорит, вот и знай. Вот и знай. Он сказал, с тебя этого хватит. Папа умер, когда я была на девятом месяце беременности. Аркаша родился на 40-й день после его смерти. И был такой совершенно мистический момент. Я когда рожала, я лежала ногами к окну. Ну, свет, очевидно, что бы шел врач потом уже, да? И почему-то 29 сентября почему-то пошел снег. И в тот момент, значит, когда уже, значит, как бы кушерка вынимает ребенка, на стекло начинает биться голубь. И очень пожилая кушерка, говорит, душа прилетела. Тяжелее стало ведь без него? Я просто знаю, что какой-то период вам было достаточно лихо. Ну, конечно, тяжело мне было. Мне тяжело было и материально, мне тяжело было и морально. Но, с другой стороны, знаете, мне очень повезло. У меня под домом была стоматологическая поликлиника. А нельзя было пристроиться куда-то без трудовой книжки. Тем более на двух как работах. А я туда бабушку записала. Очень хороший был главврач, он пошел у меня на встречу. А как будто бабушка работает. Да, работала я, платили там очень хорошо. И я была такая довольная. Вы себе представить не можете, мне это вообще не очень повезло. Мотали еще почему-то на почтабте тогда. По ночам можно было мотать клубки веревок. И за это платили? Да, за это очень хорошо платили. По весу просидишь, так точку намотаешь. Вот еще просто большие деньги получала. Три рубля иногда можно было получить. Знаете, это были серьезные деньги. А потом наступила зима. Да, потом наступила зима. У меня была подруга Наташа. Но там у нее были определенные неприятности. Ей было негде жить. И мы жили вместе в моей квартире в двухкомнатной. Как бы она, я и Аркаша. У меня как ребенок и работа. А у Натальи земля под ногами горит. У нее все время какие-то романы. Какие-то вокруг нее люди крутятся. Наталья то туда уехала, то сюда уехала. А у Аркаши нет зимнего пальто. У меня уже холодно. Не шапки нет, не пальто. Это моя боль. Я не знаю, где это пальто или шапку взять. И тут Наталья мне и говорит. Слушай, знаешь, Новый год скоро. А у нас около Дубля и городский рынок. Я вот тут что-то бегала в Шваполе и городском рынке. Подошли ко мне два узбека. А вот нам негде встречать не в год. А вот девушка красавица. Она говорит, да я подумала. Хм, а пусть они мне дадут денег Аркадию на пальто. А мы с ними встретим Новый год. Я так притихла. Говорит, Наташа. Ладно бы просто Новый год встретить. Но ведь как-то же, наверное, все это Новым годом не закончится. Бартер какой-то нужен. Она говорит, а что, мне трудно? За Аркаша на пальто. Ничего, говорит, перетопчемся. Я уже с ними договорилась. И денюжки. И все у нас будет хорошо. Все у нас будет чудесно. Ну, думаю, ладно. Правда же, пальто же надо, да? Ладно, хорошо. Прибегает Наташка, приносит на самом деле деньги. О, наивные узбеки. Приносит на самом деле деньги. Аванс. Аванс. Приносит что-то. Все. Я ухожу на работу, возвращаюсь с работы. Аркадия, новое пальто. Они купили в детском мире новая шапка. Все хорошо. 31 декабря. И тут мы скисли. Пальто есть. Аркадий одет. Все хорошо, ему тепло. А отрабатывать-то придется. Сидели мы с ней, сидели. Потом Наташка говорит, слушай. Как-то это нехорошо вот так вот. Да, это как-то вообще неприлично и невоспитно. Слушай, а поехали к моим приятелям Новый год встречать. Я говорю, а узбеки? Она говорит, да-то мы дверь запрем и уедем. И мы уехали. А потом в один прекрасный день уже довольно много времени прошло. Мы с Наташкой идем. И какой-то подходит человек. Наташка говорит, ой, здравствуйте. Он говорит, эка, ты шалунья. И ушел. Все. Вы называете себя таблеткой от депрессии. В каждой книге есть все-таки какой-то хороший светлый финал. В общем-то. Обязательно. То есть и получается, что мы попадаем в некую сказку. Да. Вы считаете, что людям нужны сказки? Что ищут, что они находят в этих книгах? А все плохое, что с нами случается, случается нам в хорошее. Ушел муж, любимый человек, бросил, изменил. Вот в этот вот момент, когда он тебя ушел, бросил и изменил, в глазах, значит, ужас черно. Человек начинает плакать, не понимает, что происходит. Хуже состояния нет. Да? Ужасно. Но через пять лет, идя по улице с другим человеком, который намного лучше ушедшего вот того мужа, и любя его всем сердцем, она очень хорошо понимает, что не был настоящей любовью тот муж. Вот она, эта любовь. И она бы не пришла, если бы муж не ушел. А некоторых людей нужно, знаете, вот сильно встряхнуть, чтобы они изменились в лучшую сторону. Я ехала 20 с лишним лет тому назад в 62-ю больницу умирать. То есть, когда меня подвезли к воротам, я думала, все, нет. Нет, понимаете, очевидно, мне нужен был этот опыт для того, чтобы как-то вот измениться. Любая неприятность нас должна менять, но только в лучшую сторону. С Дашей не соскучишься. Она всегда доброжелательна и открыта миру. И мир в ответ улыбается ей. Она не обращает внимания на зависть и злобу, на то, что до сих пор есть люди, которые продолжают ее обвинять в использовании рабсила для написания своих романов. Но Даша давно уже научилась не реагировать на обидную критику. Она знает, насколько драгоценно время, и не собирается тратить его попусту. Она все так же пишет много и надеется не подводить своих поклонников и в будущем. Понимая, что каждый день вы стараетесь как бы праздновать не жить, а что-то сделать, успеть, чего еще хочется? Чего еще хочется? Ой, мне много чего хочется. Ну, книжек, естественно, побольше написать. А сейчас на одном канале лежит готовый сценарий. Заказанный мне заказывали, я его написала. Хочу, чтобы фильм наконец по этому сценарию начали снимать. У нас не было еще ничего на эту тему. Очень надеюсь, что все получится. Это как два, чего хочется. У меня сейчас... У меня две внучки, Настя и Арина, но они уже взрослые. А сейчас у меня Мишенька. Ему год и пять месяцев сейчас, Мишанечке. Девочку еще хочется. Дочке, что, конечно, не говорю. Ну, не девочку, но мальчика тоже еще маленького. Вы так щедро делитесь своим теплом с людьми, что очень хочется, чтобы вам тоже это тепло отдавало. Я вовсе не делюсь таким огромным количеством тепла. Как, так сказать, у меня его на самом деле не так много. Это то, о чем я жалею, что, как сказать, такой искренней любви-то мало на самом деле. Очень хочется ей научиться. Вот чего хочется. Хочется иметь очень крепкую веру в Господа, дар молитвы и любовь к людям. Вот это очень хочется иметь. Но пока только учусь. Субтитры создавал DimaTorzok